Но я думаю, что сегодня благодарим нашего Господа за то, что Господь дал нам милость, что мы действительно могли еще раз прийти перед лицом Господне и послушать Слово Божие. Мы настолько к тому привыкли, настолько это стало обыденным. И, наверное, если бы возможно было нас поместить лет 40 назад, когда Библия была очень редкой, когда разборы Слов практически нельзя было проводить, где-то надо было какое-то особое разрешение, то мы, наверное, вот в эти сегодняшние дни гораздо глубже могли бы понимать милость Божию и с большим ущердием, от большей глубины сердца благодарить Господа за то, что мы сегодня имеем такую возможность. Слава Ему и благодарение. И потому я немножко обращу внимание на прошлый наш разбор, потому что он не касался каких-то очень глубоких вопросов, он просто касался наших отношений. А вы знаете, есть и наши отношения как между членами церкви или между братьями и сестрами. Они находятся на том должном уровне, то нет смысла говорить о каких-то высоких вещах. Ни о небе, ни о каких-то теологических вопросах спорных, когда самое простое, оно нам недоступно и не понято. Поэтому мы действительно благодарим Господа, что Господь в Своем Слове выясняет вопрос не только вопрос какого-то глобального характера, очень глубокие богословские, но он очень на таких простых примерах и многократно рисует, какими должны быть наши отношения друг с другом. За что, конечно, благодарение Богу. И кажется, как люди, понимающие, что хорошо и что плохо. Иногда, когда мы читаем Священное Писание, то видим, что при всем том, что у нас и в сердце заложено, в некоторых мира, что хорошо и что плохо, мы как-то открытыми глазами смотрим все-таки, а вот это вот не так понимали, как надо было понимать. И потом для нас сегодня очень важно. Об этом будет идти дальше речь, чтобы мы не мерили поступки других людей или отношения самими собою, наставание нашего опыта, наставание нашего характера, а могли именно его измерить через Слово Божие. Потому что именно оно позволяет нам правильно оценивать наши действия и правильно оценивать действия, которые происходят вокруг нас. Поэтому для нас сегодня, как и всегда, очень важно внимательно и глубоко исследовать вопросы наших жильчих расписаний, чтобы в последствии действительности мы не могли уклоняться от Слова Божьего ни направо, ни налево. И я не раз повторял, и сегодня еще раз повторю эту истину, потому что ее надо, наверное, каждый день повторять, потому что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Правда, мы иногда можем и знать, как надо поступать, но сердце наше не способно к этому. То в таком случае мы хотя бы покаемся, а вот когда и делаем не то, что надо, и оценку неправильно даем своим действиям, мы идем к вечности и нещем с собой нераскаянные грехи, а нераскаянный грех, непрошенный грех, даже самый маленький, он закроет нам двери в вечности. И потому, независимо от того, на сегодняшний день мы исполняли Слово Господне или не исполняли, потому что в одном случае, когда мы читаем Слово Божие, оно ободряет нас, потому что мы видим, что мы правильно делали, а в другом случае обличает. Ну и то, и другое хорошо, потому что когда обличание Господне достигнет сердца нашего, и когда мы каемся, тогда кровь Христа восстанавливает праведность, которую Господь дал нам, за что благодарение Богу. И я вспоминаю, что в прошлый раз мы делали особый акцент, особенно в конце разбора, на одну истину, что мы стараемся добрым не только пред Господом, но и пред людьми. Поэтому я и сегодня хочу напомнить, что эта истина остается истиной. Мы ходим не только перед Господом, но и перед людьми. И когда мы неправильно ведем себя по отношению к людям, тогда люди соблазняются, они не видят света Божьего, они тогда не в полную меру оценивают, что такое жить с Господом, и они просто-напросто не станут ходить в наше собрание. И вообще-то мы должны вести себя по-христиански, даже не для того, чтобы кого-то привезти в церковь. Это должно быть нашей сущностью. Это, знаете, что? Вот наше поведение не должно быть, как наживка на крючке. Ну, значит, вот я такой хороший, только для того, чтобы люди пришли. Нет, это должно быть сущностью нашей жизни. Мы так должны жить. И если это так, тогда никто не будет соблазняться. Впрочем, это не совсем так. Потому что есть люди, которые всегда соблазняются. И вы помните, даже на Иисусе Христе соблазнялись, правда? Соблазняли. Ты, говорит, знаешь, что в фархе услышишь слово Твое, соблазнились. Иисус говорит, ну и что же они соблазнились? Я от себя как бы добавляю. Я же не давал соблазни. А то, что они соблазнились, ну, то... И дальше говорит, что вот всякое растение, которое не Отец мой в небесе насадил, что будет с ним? Искорнится. Искорнится, потому что, ну, не соответствует их миропониманию, мировоззрению. А вы знаете, в церкви, с одной стороны, мы стараемся о добром перед Богом и перед человеком, а с другой стороны, все-таки, мы стараемся поступать так, как Господь велит. независимо от того, как на это реагируют люди. Потому что для нас будет большое горе, если придут люди из мира. И, естественно, если даже человек искренно покаялся, то за одно мгновение все дела прощены. Действительно, за одно мгновение кровь Христа уничтожает все дела. А характера, они часто еще остаются долго, привязанности внутренние, они часто остаются долго, преследуют человека. То есть, если это настоящая церковь, то человек, который пришел из мира, впоследствии будет похож на христианина во всех вопросах. И в мышлении, и в поведении, и в рассуждении. Но если церковь не на своем месте, не знает Писание, тогда чем больше людей из мира вливается, тем больше церковь начинает быть похожа на мир. Одно из двух не бывает среднего. Или церковь перевоспитывает миранина, или мир перевоспитывает церковь. Одно из двух. А чтобы вот так вот по соседству жили долгое время, такого не бывает. Или, или. Поэтому в сегодняшний день, я напоминаю, когда мы стараемся о добром, не только перед Богом, но и перед человеком, то мы имеем просто некоторые ценности, которые у нас существуют. И я, помните, говорил вам, что если действительно люди приходят из мира образованные, то с одной стороны, церковь сильна Духом Святым, она сильна благонатию Божией. Церковь потому и является церковью, что в ней действует Дух Святой. Потому что, допустим, в отношении техники музыкального исполнения, ну вот, я понимаю, наши братья очень часто находятся не на последнем месте в этом вопросе. И умение есть, и все есть, и техника есть, и слух есть музыкально, не хуже, чем у других людей. Но, с другой стороны, если придет человек образованный, который хорошо разбирается в музыке, он сразу заметит, что не то. И это не прибавит авторитет. Добро, слушай, у них какие-то люди, которые ничего не умеют. Вот, строим мы часто молитвенные дома. С одной стороны, ну, молитвенный дом – это здание. Церковь – это мы. Но, с другой стороны, посмотревши на молитвенный дом, люди видят и наше лицо. Я однажды, помню, принимали один молитвенный дом, который построили. Вы знаете, что я просто специально не называю где, что. Они поглядя говорят, да, ни к чему не придерешься. Вот если бы, говорят, наши так работали. Вы знаете, это своего рода авторитет. Это мы стараемся добрым. Не только перед Богом, но и перед людьми. Но уже что касательно духовной стороны вопроса, то у нас это добрые, а у них никуда не годные. У нас это плохо, смотря нашими глазами. Они говорят, это же наоборот хорошо преимущество. То есть здесь уже мы не смотрим вот именно по этой теме, чтобы было доброе им угодить. Тот однажды сказал так, если у пастора в церкви нет оппозиции, то это беда с ним, с этим пастором. Но это проблема. Что-то с ним не то, что надо. Она обязательно должна быть. Но я говорю, что можно и делать, лишь бы что, дабы эта оппозиция. Но я имею в виду, любой, даже самый наилучший пастор, обязательно будут противники. Обязательно. И с одной стороны, это неприятное явление, а с другой стороны, это нормально. Лишь бы только эта оппозиция не была действительна по причине того, что сам не знает, что делает. А вообще-то всегда она была, есть и будет. потому, что не все те церкви, которые сидят в молитвенном доме. и там, где эта церковь настоящая, то вы к этой церкви не придеретесь ни в чем. У них все будет на месте. И духовный уровень, и одежда, и поведение, все, что хочешь будет. И всегда будут те, которые вовсе ни на что не обращают внимания. Но мы должны запомнить хорошо. Я сегодня еще раз повторю эту истину. Перед прошествием Христа, когда раздался крик, вот жених идет, вы уходите навстречу жениху, вышли сколько? Десять. Десять. А церковь вы стали Христовой сколько? Пять. Поэтому не удивляйтесь, что в церкви вы можете увидеть все. Но там, где эта церковь, где люди, которые принадлежат к церкви, у них будет все на должном уровне. Они ни на что смотреть не будут. Ну, а те, которые вот так ходят, ну, вроде бы, знаете что, не сказать, что-то безответственность полная. Когда светильники стали гаснуть, то они не махнули и сказали, ну, гаснут, ну, то пусть гаснут. Они сказали, дайте масло нам вашего. Ну, все-таки нечто живое было внутри. Говорят, не можем дать, потому что, ну, если мы дадим вам нашего масла, то и у нас не хватит, и вам недостаточно. Идите к продающим, купите. Они пошли, и пошли покупать, и пришли, и в двери стали стучать. Знаете, если бы вот с этой точки зрения вот так вот резко, вот в течение вот этого пути была видна разница, для самих пяти немудрых они бы, наверное, так не поступали бы. Но с одной стороны они хотели спасения, они прекрасно понимали, куда идут, они проснулись на этот зуб, но они упустили время. Я ни разу, что такое купить, а то обменять одно на другое. И вы знаете, когда ученики в Гевшимане, перед голговскими страданиями, Христос призвал троих учеников помолиться вместе с ним, то один раз просил, помолитесь, и второй раз просил, а третий раз сказал, все, уже поздно, уже поздно. Уже не говорил, еще раз помолитесь со мной. Он говорит, все, вставайте, проспали два раза, то уже третьего шанса нету, все. И поэтому с этой точки зрения многие люди опоздают. Ну, наверное, с Баранович никто не опоздает. Ну, а вообще-то, в общем-то, пять мудрых было, пять неразумных, и я просто прошу запомнить это все. Поэтому я очень хотел, чтобы мы хотя бы не соблазнялись на ком-то. Имеем Писание, читаем как надо, живем так, как надо. А эти пять немудрых, они будут жить, будут слушать и читать, и будут жить, как хотят. Ну, что, пусть живут. Ну, что же делаешь? Пусть живут. Но зато, когда я говорю что-то, я уже не несу ответственность, что не знали. Сказано было, объяснено, все. Ну, нет, значит, нет. Если Богу люди говорят, нет, то я не думаю, что они мне скажут, да. Вы помните это место Писания, пугают. Ну, княжя там собрались вместе и предупреждают один другого царем. А княжя говорят, мы говорят, Господа не послушали, а царь, что он нам же делает? Ну, но и правда с другой стороны. Мы говорят, Господа не послушали, а царь, что он нам же делает? Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня не были легкомышленны, а относились к своему спасению очень серьезно, потому что это очень серьезное предупреждение Библии. И вы помните, я говорил, наверное, разбора три или четыре было о благодати, принятой напрасно. Но это с повестки дня не снимается и сегодня, чтобы благодать Божия может быть принято напрасно. Поэтому апостол Павел говорит, я сегодня чуть эту тему затронул, но уже немножко в другом ракурсе. Ибо мы стараемся одобрить не только пред Господом, но и пред людьми. И в этом я просто повторю слова, которые я говорил в прошлый раз. Уже давайте, если мы поем, то мы должны петь и перед Господом. А Господу, конечно, важнее сердце наше, как мы поем. Но очень важно, правильно или неправильно, тоже важно. Хотя, может быть, и не настолько важно, но важно для людей. И наше поведение, и наши отношения, и наша одежда, и наша благотворительность, она не столько нужна Богу, сколько людям. и мы тут не должны сбрасываться со счетов никогда. Павел так и сказал, еще раз подчеркиваю, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Это я просто говорю противовес тем, которые говорят, а что, а что мне люди? Лишь бы перед Господом? В некоторых случаях да. Когда запрещали апостолам проповедовать о Христе, то они сказали, а кого нам больше слушать? Господа или вас? Здесь однозначно, мы не пойдем на этот компромисс, на попятную. Во всяком случае, не должны, и те Библии об этом говорят, а в других вопросах Павел говорит, можно есть мясо? Но если брат мой соблазняется, то что я буду делать? Не буду есть мясо вове. Скажите, это перед кем? Перед людьми или перед Богом? А это уже и перед людьми. А это уже и перед людьми. Поэтому, вот с этой точки зрения, конечно, только бы нам не перепутать, вот в этом смысле что надо быть внимательными, не перепутать, отдавайте кесарево кесару, а Божьему Богу. Чтобы нам не перепутать не отдавать Божьему кесару, а кесарево Богу, потому что Бог этого не хочет. Каждому свое надо отдавать. Но, тем не менее, все-таки я хотел бы, чтобы мы это держали во внимании. И так просто вот мне отфутболивали. А что мне вы, а я на людей глядеть не буду? Может, иногда надо и поглядеть. Вот иногда надо в расчет и людей принять, потому что мы все-таки хотим призвать людей к спасению, не ангелов, и не Бога обратить в веру. Это к людям относится. А если мы к людям относимся вот так вот, лишь бы как, не думая о последствиях, то, наверное, очень трудно это будет делать. И я дальше чуть-чуть прочитаю. 22 стих. Мы послали с ними и брата нашего, которого ущердие много раз испытали во многом, и который ныне еще ущерднее по великой уверенности у вас. Мы, наверное, очень ценим ущердие. Что это значит ущердие? Если так вот просто, может быть, несколько поверхностей объяснить, что делаем от всего сердца. Можно вот лишь бы как. А можно выложиться чем получше, как только можно лучше сделать. Это называется ущердие. Ущердно делали от главины души со всякой ответственностью. Ну, как Писание вот что говорит. Значит, люди будут в отношении к нам каких-то вопросах, ущерднее, если будут иметь в нас уверенность. Если люди не имеют уверенности, мы не можем добиться ущердия большего. Потому что они не знают во что-то обернется. И это вот такая-то реальная житейская. И тоже не можем вот это проигнорировать. Если люди не знают, ну, допустим, дали мне деньги, сказали, ну, на дело Божие, и не уверены, что я их пущу на дело Божие, они не станут ущерднее. Потому что прямая связь. И вы помните, мы с одной стороны говорим так, что Иисус Христос любит всех. Бог любит всех. Это правда. Но вы помните другой текст Писания. И это связано с нашим сердцем, с нашим поведением, с нашими действиями. Вы помните один текст Писания, который говорит так, но не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. Оказывается, любить одно, а уверить себя, это совсем другое. Мы иногда знак равенства ставим. Любить и уверить себя, но это не знак равенства. Это две разные вещи. И Иисус Христос за всех умер, правда? Ну, одинаково значит, любит одинаково. За всех он кровь пролил. За всех одинаково. Но брал на гору преображение троих только. Где-то молиться брал троих, где-то еще брал троих, а после прямо сказал, что не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. То мы иногда можем не уверять себя, потому что мы вообще и не знаем, что в каждом из нас. Иногда ошибаемся, иногда подозрительно сделает свое дело. Но Христос, который знал все, он говорит, не мог себя уверить им, потому что знал, что в каждом из них. Поэтому этот текст Писания говорит, очень важную истину подчеркивает, которая на наши взаимоотношения влияет, если мы не понимаем некоторых вещей. И вот одна из них, и которая ныне еще ущербнее, что значит еще ущербнее? Вот до этого была одна мера ущербия. А когда он пришел, когда повышался, когда увидел, как они себя ведут, это ущербие не убавилось, а еще умножилось, еще больше уверился, что с вами можно иметь дело. Вот несмотря на то, что вы там допустили лишь бы что, и это очень важно. Мы очень часто мир живем людей и может быть какие-то обстоятельства по чему-то совершившемуся. С одной стороны, это правильно, потому что наши дела очень часто показывают нам, кто мы есть, а с другой стороны, бывают ошибки. И мы полностью на все сто процентов по кому-то делу, слову сказанному, мы не можем оценить человека. Это только Бог это может сделать. И Господь это видит и знает все. И потому дает оценку своими глазами, смотря на то, что делается. И потому здесь, когда вот этот брат во Христе, которым Павел трудился, который ходил туда, он ему пронес вещь и сказал, ты вот, Павел, не представляешь, как не каялись, когда они услышали, что ты сказал. Вот нашло какое-то заблуждение, упали в какую-то ерость, по сути дела. Но когда ты сказал, как они каялись. Он говорит, так это еще ценнее, чем человек, который вообще не делает ошибок. Потому что ошибки делают все. И между нами есть какая разница, что одни делают ошибки и тут же признают и каются, а другие сделали, и ты ни за что не докажешь ему, что он ошибся. То легче иметь дело с чем и можно сказать более эффективная работа будет и больше радости будет с тем, кто сделал и кается, чем тот, который очень редко делает ошибки. Это тоже хорошая черта. Но если сделает, никогда не скажет, что это ошибка. все равно будет доказывать, что правильный. И Павел здесь говорит, несмотря на то, что вот такие падки на грех там кореньки, но я вас еще больше уверен, потому что вы умеете каяться, умеете признавать свои ошибки. Братья мои, я не знаю, насколько я сумел выразить глубоко эту мыть, которую мне хотелось сказать, но я хотел бы, чтобы мы и поняли. потому что Библия говорит, что нет на земле человека, который делал бы добро и что? И не грешил. И не грешил. Один часто это делает, а другой очень редко. но в отношении спасения более счастлив будет тот человек, я не проповедую, что мы имеем право грешить, который умеет признавать ошибки. Ему легче, чем тому, который сделал эту ошибку. И за что не признав эту ошибку? В свое время, я уже не называю его фамилии, имени, вы сами можете назвать своем разуме, это один из таких знаменитых американских проповедников, который очень долгое время проповедовал теорию процветания. Знаете, за ним шли масса людей, он был не один раз и в России был и так далее. И после, когда пришло время, он нашел мужество перед всей Америкой, по телевидению, каяться в том, что он заблуждался. Понимаете, это очень вопрос важный. когда человек умеет признать свою ошибку за множество. Вы знаете, это не так, то просто. Сегодня любому из вас, и мне, наверное, в том числе, есть какую-то ошибку, и надо пересечь церковь, выйти. Наверное, все-таки кто-то проще сделает, легче, кому-то будет труднее. Ну, это вот только своя церковь. А вы попробуйте перед всем миром покаяться, чтобы проповедовал не то, что надо было проповедовать, не по Евангелию. То этот сумел это и делать. А у нас даже в своей семье, даже в своей церкви, ну, уже нет таких глобальных ошибок. И ни за что. И ни за что. И многие говорят, откроются глаза, на какую тыщу, говорят, не обратите, вы как хотите, а я не могу. Я столько лет проповедовал вот так, ну, как я теперь уже буду по-другому? Там у меня язык не повернется. Ну, да, вроде не так, но как я это буду делать? А очень просто. Как сумел проповедовать не то, что знал, не то, что он так сумеет сказать, что не то. А что тут? А гордость мешает. Мешает гордость, и по себе страх. А что будет дальше? А то, что может повлиять на вечность, об этом мы очень часто не думаем. Поэтому я еще раз перечитываю вот этот текст, он очень важный для нас, потому что мы сегодня можем тоже на себя обратить внимание, наверное, дать себе какую-то оценку, почему у вас во мне у кого-то нет уверенности. А если нет уверенности, то не будет и близких отношений, потому что что-то стоит преградой. И читаю 23 стих. Что касается Дотита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей. Посмотрите, что дальше написано. Слава Христова. Вот каждый из нас на своем месте, в меру, занимаемого нами места, в членах тела Господня, а мы члены тела Его, мы должны быть славой Христовой. И это вопрос немаловажный. Мы или пятно на теле Христа, или слава на теле Христа. И вот теперь каждый из нас давайте оценим себя настолько, насколько можно, поставим во свет Слово и скажем. Мы сегодня являемся славой Христовой или нет? Это вопрос. Это то, на чем должно быть, потому что так написано. Смотрите, еще раз читаю. А что до братьев наших? Это посланники церквей. Слава Христова. Швет Христов в другое место, говорит Писание. И потому я позволю себе напомнить то, что в прошлый раз процитировал. Говорит, смотри, швет, который в тебе, не есть ли тьма? И есть ли швет, который в тебе есть тьма? То какова ж тьма тогда? И это вопрос каждодневной нашей жизни. Это вопрос со всех сторон надо рассматривать, во всех сферах жизни. Вот я вот это сказал, я в это время. Был славой Христовой или позор? Вот я так поступил. Это было к славе Христовой или позор? Вот я так оделся. Это было к славе Христовой или позор? Я вот так вот спел, вот так вот сыграл. Это было к славе Христовой или позор? Или Господь скажет, я тебе никогда эти слова не укладывал? Я тебя никогда такой музыки не учил? Поэтому на сегодня хотим мы или не хотим? Уже от нас это не зависит. Что я имею в виду? От нашего мнения дьявол очень хорошо понимает святость Божию. И Бог понимает ее, и он со своей точки зрения рассматривает все. христианин хотим мы или не хотим когда мы живем и в зависимости от того как мы живем как мы ходим как мы служим Господу мы или прославляем имя Божие или позорим Его когда люди говорят это что разве христианин разве христиане так разговаривают разве христиане так себя ведут и если в самом деле вот эти поступки наши слова дела поведения достойны суждения с точки зрения Слова Божия это уже позор это пятно это пятно вот почему Павел который эти церкви насадил он очень заботился чтобы они были в рамках Слова Божия мы дальше будем читать и так пред лицом церквей 24 стих 8 главы и так пред лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того что мы справедливо хвалимся вами я сегодня не буду повторяться потому что я эту мысль подчеркивал прошлый раз то можно хвалиться и с одной стороны действительно есть чем хвалиться но когда среди этих людей которым можно хвалиться находятся люди которые не на должном уровне тогда просто пальцем показывают ну ты там хвалился ты там говорил а это что то с точки зрения нашей мы хорошо понимаем что церковь Христа будет без пятна и порока то мы особенно и не соблазняемся на тех людях которые вообще ничему не подчиняются но они ходят в церковь но они знаете живут своей собственной жизнью как будто их ничего не касается да и что буду говорить какое твое дело как хочу так и хожу я свободный человек но со стороны мира этого не скажешь так раз ты ходишь в церковь то они там разбираются о пяти мудрых пяти неразумных рассуждают они там разби думают о том что ну кто-то там возьмется кто-то оставится абсолютно нет но они поглядели и через одного всех видят такими же вот вы говорят все такие иногда то просто чтобы уязвить говорят что все такие но иногда так и думают и уже здесь мы особой разницы не ставим потому что наша цель чтобы жить так как Господь повелел чтобы никогда никому и ни в чем не ложить притыкание и на что впоследствии за все это придется отвечать я продолжаю читать девятую главу Павел говорит с первого стиха для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым ибо я знаю усердие ваше это второй стих и хвалюсь вами перед македонянами что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года и ревность ваша поощрила многих и Павел вообще видел ревность верующих Ахайи верующих Коринфа он здесь вы помните я просто очень долго говорил о македонских церквах которых Павел приводил пример у них были свои особенности этих церквей особые скорби не переживали и так далее и он поставил их на определенную высоту чтобы показать коринфянам ну как некоторые люди живут но вот с этой точки зрения там мне вроде бы и писать ничего потому что я знаю вашу ревность и вы знаете что это действительно было достойно уважения потому что это касалось самого больного вопроса нашего пожертвований денег и помощи святым мы сегодня согласны очень много что-то делать куда-то бежать где-то говорить что-то но когда дело касается дай денег сразу на замок сразу за карман он говорит то у вас я этого не наблюдал и он дальше говорит я же говорит но не советую вам чтобы вам была тяжесть а другим была свобода какая-то необыкновенная я хочу чтобы равномерность была я хочу чтобы была равномерность и это очень важно вы знаете что когда допустим люди живут очень скудно и делятся последним куском хлеба то практически претендовать на то что люди будут жить в скудости а я буду жить при полнейшем изобилии но наверное так не получится а уже последний кусок кредили чтобы не поумирать то это уже надо делать никуда не денешься и Павел говорит я не говорю вам чтобы вы так себя вели чтобы ну в одних густо а в других пусто но вот я хочу чтобы была равномерность я хочу чтобы была равномерность и говорит я знаю ущердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года почему Павел так говорил вот это похвала она не заключалась в том что Павлу выросла гордость вот посмотрите какую я церковь создал о как я все это сделал он говорит я просто рассказываю о их ревности чтобы вы могли померить себя и если вас не достает ревности подтянуться к ним а вы знаете что это очень сильно действует мы часто мерим себя сами собою смотрим говорим о как я много работаю и там и там а когда сравним с другим господи так по сравнению с тебя вообще ничего не делаю я то думал что у меня так уже работает я завружен вот посюда но когда посмотрел на него доказывается я далеко не делаю то что он или она делает поэтому Павел говорит я рассказываю вам и пусть ревность их пошит вас чтобы вы не думали что вы особенно много уже наделали потому что я вижу что по сравнению с ними есть разница и если там я рассказывал что они среди скорбей призабил от радостью то уже вам я хвалюсь что у вас это на более высоком уровне если где-то есть какое-то сравнение но то незачем худшее предоставлять что-то вы столько делаете ну как премьер я не знаю как это выразиться ну они допустим по 100 доложат за сбор ну а вы попищат вот вы молодцы говорит Павел никогда так не будет сравнивать а когда наоборот то он говорит пожалуйста вот оно что получается в жизни я хочу чтобы ваша ревность или их ревность которая выше пошлила к такой же ревности у нас получается наоборот к сожалению работали трудились бежали ехали а потом глянули на кого-то а он и полный дед а мне что больше всех надо то не тот подтягивается до уровня высшего а кто на высшем уровне скатывается до низшего Павел никогда так не советовал наоборот писание говорит вы помните к одной из церквей вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так то скоро приду к тебе сдвинуть светильник твой вместо его еще не покаешься вспомни откуда ты не спал это не означает то ты там воровал ты там не что-то делал это вообще в одну нырешню идет ну вспомни сколько ты делал для Господа неделю назад ну я как пример говорю и что ты делаешь теперь и то что ты теперь делаешь и тогда это большая рать поэтому подтягивайся до того уровня потому что ты уже в своей жизни не видел что это возможно это нормально было это не являлось чем-то необыкновенным а потому что это ж ты делал но одно дело когда мы показываем на нашего брата или на сестру что вот она то мы можем сказать но так это она у нее способ а это уж ты сам делал и в то же самое время уже сегодня ты не делаешь то что делал раньше поэтому что сделай покайся это от себя зависит это только от тебя и больше не от кого поэтому павел на это обращает особое внимание и ревность ваша поощрила многих братья уже послала для того это третий стих читаю чтобы похвала моя о вас не оказалась счетной в всем случае но чтобы вы как я говорил были приготовлены и чтобы когда придут со мной македоняне и найдут вас неготовыми не остались стыдем мы не говорю вы похвалившись с такой уверенностью с одной стороны павел уверен а с другой стороны все таки послал и дело было не в самом павле дело было в том он хотел чтобы они дали пример чтобы македоняне подтягивались к этому если бы они пришли и павел говорил что уже с прошлого года приготовлено а вы помните я прошлый раз говорил что павел как откладывайте чтобы когда я приду вы не стали собирать павел пришел а чтобы вас готово было я не хочу поборов делать я хочу чтобы это было как пожертвование как благословение а не побор вот когда мы часто делаем то у нас похоже на побор ты брат приедь хорошую скажи проповедь и мы тогда соберем то есть вроде типа чуть ли не заплатим но я не понимаю что мы так думаем но у нас уже так выработалось павел этого не хотел вы откладывайте сколько смотрите регулярно и когда я приду чтобы меня не выставили вот брат павел будем для него собирать а чтобы взяли дали то что уже собрано что действительно где я вижу что действительно это не побор а благословение то есть что павел хотел этим сказать когда допустим сегодня сделать сбор а наверное если бы объявили сбор вы наверное и сегодня что-то собрали бы наверное но это уже было бы оторвали от себя сегодня вы что-то планировали у вас не было планов сбор делать никакой правда и если уже сегодня делали бы сбор то вы уже нарушали планы ваши то есть вы эти деньги которые на что-то спланировали вы должны были бы отдать я этого не хочу я хочу так пришел взял и никому не нарушил планов никак и не отнял тех денег которые они планировали на что-то другое а пабуру то давай и все один брат любит приезжать то некоторые ну мы часто допустим где-то просим где-то делаем сборы то некоторые более дипломатичные а он такой правой братья мне нужны деньги я приехал за деньгами давайте деньги ну и может надо и такие чтобы были но Павел с этой точки зрения он не хотел чтобы так было все я не хочу чтобы вы делали сборы тогда когда я приду вы мне пожалуйста приготовьте раньше чтобы это было как благословение а не побор братья уже послали для того чтобы похвала моя вас не казалось счетной в всем случае но чтобы как я говорил были приготовлены и чтобы когда придут со мной македоняне и найдут вас неготовыми не остались стыде мы не говорю вы почему павел не говорит не говорю вы потому что ему македоняне не говорит и павел нас там раз рекламирует вот я сам говорил и они вы не значит македоняне не увидят того которое что я обещал то вам никакого стыда не будет вы никому ничего не обещали а то я обещал а мне будет стыдно придут я им наговорил какие они ревностные и тогда павле сказали ой какой павел хвостон видишь как он себя выставляет вот такой а на самом деле там ничего и нет рассказывал рассказывал и для павла было важно не то что о нем будут говорить ему было важно вот что что его слово не будут принимать тогда скажут и он умеет обманывать и он умеет хвалиться вот он говорит чтобы немножко защитить благовествование то я не столько себя защищал сколько послал братьев чтобы впоследствии мне моим языком моими словами не навредить делу божию и он вот это сделал почему я почел занужное упросить братьев чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение а не как побор мы наверное сегодня вот в этом служении не ставим в разницу потому что у нас наверное всегда побор бывает ну и слава Богу что хоть побор вот не знали что то побор да и хорошо было а наверное когда узнаем то наверное кто его знает что уже и делать знаете что лучше конечно чтобы было готово ну пусть хоть побор будет пусть хоть будет побор во имя Господа ладно уже наверное трудно нас перестроить но тем не менее это можно это такой вопрос который можно регулировать можно его улаживать и можно его налаживать так как надо и Павел в 6 стихе говорит так как вы думаете вот этот закон относится к чему к нашей семье которой мы обильно кормим или пожертвованиям для бедных и для церкви не о семье идет речь не о нашей собственной жизни не о нашем питании речь идет о деле Божьем и не с той точки зрения говорю о деле Божьем потому что все таки и детей накормить и воспитать христианами это тоже дело Божие потому что негде Христос говорил что если кто о своих особенно о домашних не печется то что с ним как его называют отступник он натрекся от веры и хуже неверного но это вот такое служение которое как бы напрямую и служением Богу не назовешь и люди в мире этим занимаются разумные и хотят и семью накормить чтобы было нормально вы помните и Христос говорил сравнивал жизнь людей и мира и наш говорил если будете так думать как они то чем лучше язычников и они так думают а вот здесь именно чистое служение Богу только для Господа здесь ни с чем я не задействовано здесь о себе речи не идет никакой здесь вот отдал пожертвовал для Господа на дело Божие вот здесь он говорит кто скупо сеет тот что скупо и пожнет но пожнет уже для кого для церкви или для семьи и для себя а пожнет уже для семьи и для себя не для церкви если делают для дела Божия для церкви обильно и не скупо, то пожнет для себя, потому что это он делает. А кто говорит скупо щает, тот скупо и пожнет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Это закон. Это закон. И если мы что-то делаем и забываем о церкви, а как часто говорим? Ну, какая тут церковь? Ну, сам еле концы с концами свожу. И никогда не вырвешь из этого плена. И сколько будешь жить, будешь сводить концы с концами. Потому что не выполняешь то, что надо выполнить для Господа. Я не раз проводил, ну, пример, Агея Пророка, помните первую главу? Особенно кто ходит на молитвы наши, вот церковные, когда мы молимся, вот этот день молитвы. Я постоянно напоминаю об этом. Что Господь сначала хочет, чтобы мы ставили на первый план дело Божие. Потому что мы рабы. Я повторю старую мысль сегодня. Мы рабы. И Господь купил нас для чего? Чтобы мы работали для Него. И когда мы будем работать для Него, то Он нам даст все необходимое для жизни. И кровь, и кусок хлеба, и так далее, и так далее. Но только на том уровне, на котором нам надо, чтобы быть рабами и служить для Него. Он не станет давать на тысячу лет вперед, чтобы у нас было не один дом, а пять, и так далее, как оно есть. Он этого не будет давать. Это можно только тогда заработать. Если, конечно, есть голова, есть способности, это тоже все надо учитывать. Когда ты будешь не рабом Христовым, а наемником. Вот наемнику можно думать о себе. Он хозяина нанялся, отработал восемь часов, хозяин ему заплатил деньги, и до свидания. Я с этим деньгами что хочу, то делаю. А у раба так не бывает. Правда, есть разница? Раб купленный, раб работает на хозяина, получает от него все необходимое, и до конца своей жизни. Он раб. Потому апостол Петр говорил, я раб. И апостол Иисуса Христа. Сперва раб, а потом апостол. И если не будешь рабом, то никогда не станешь сыном. Вот здесь есть такая связь. Никогда не будешь сыном. Потому что раб Христов, это человек, который не лезет в грех, не делает греха в первую очередь, и трудится для своего господина. Вы понимаете, он тогда свободный. А только свободный от греха, он может быть сыном. Раб пребывает в доме хозяина временно, а сын как? А сын вечно. Но все начинается с раба, раб Христов. Будешь рабом Христовым, а будешь и сыном. Не будешь рабом Христовым, трудно быть сыном. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Причем скажу, еще раз читаю, Седьмой стих очень важный. Я на нем останавливался, но сегодня еще раз останавливаюсь. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Смотрите. И есть три уровня, три состояния сердца. Когда человек уделяет, но есть четвертый, который не уделяет ничего. То есть здесь об этом не написано вообще. Здесь написано о людях, которые уделяют для дела Божия. Смотрите. Первый уровень. Уделяют, но с огорчением. Уделяют, но огорчаются, что надо. Отдал, и горько стало. Потому что они бы и дома не помешали бы. Потому что, когда мы даем, то вообще-то мы не думаем о том, что будет дальше. Потому что, кто его знает, когда оно будет? А вот сегодня отдал, да оно не помешало бы, чтобы оно и было, на него нет. Уделяют, но как с огорчением. Второе, второй уровень, с принуждением. Это уже, когда настолько сильно надавят, или просят очень сильно, или, но я не знаю, ну, наверное, морально все-таки, никто силы не забирает, ни у кого. Но есть уровень, как под принуждением, то стыдиться, да как вам не стыдно. Тысяча, триста человек, я как пример говорю, а двери вставить не за что. Ну, уже, знаете, вот таким, ну, как тут уже не сделаешь? Ну, надо же сделать. Тут и огорчение, и говорят, заставляют, да что делать? Заставляют. Хотя, вообще-то, заставляют, это уж не физическое явление, заставляют, но это моральное. Вот два уровня, когда люди дают, но Богу неприятно. А третий уровень, доброохотно дающих, любит кто? Бог. Поэтому мы сегодня можем очень легко и просто проверить себя, потому что мы знаем, как мы даем, мы знаем, как мы уделяем подолгу это, потому что надо, или доброохотно, или по другой какой-то причине. Но вот эти три уровня, пожалуйста, отметьте. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением, раз, и не с принуждением, два, а третье, доброохотно. Потому что это является должным состоянием сердца. все остальные, они только потому действуют, что написано. А если бы не было написано, то что? И не давали бы, и не думали бы, а охота наша рождается внутри. Вы знаете, что есть люди, вы, наверное, их наблюдали. Одни вообще очень жадные, другие, они дают, но очень тщательно взвешивают. А третье, только одно движение, кажется, все отдал бы. Вот интересно, любят давать. И это, наверное, то самое приятное перед Господом расположение сердца, которое должно быть. Они не просто любят, а любят. Охотно это делают. Поэтому пусть нас Господь благословит. А я думаю, что вот такое состояние сердца, оно не может быть чисто по-человечески, по нашему характеру, по нашей натуре, но оно, так сказать, совершается Господом в нашем сердце. И благодать Божия это делает. Поэтому вот для таких людей благодать Божия нечетно принята. Она произвела необходимую работу. Читаю восьмой стих. Бог же щелен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Обратите внимание на одно слово с этого текста. Бог же щелен обогатить это обогатить это не означает помочь выжить. Это две разные вещи. Обогатить и помочь выжить это две разные вещи. Поэтому мы сегодня думаем, когда мы кому-то помогаем, то мы обогащаем. Братья мои, это заблуждение. Мы просто помогаем жить человеку, но не обогащаем. Нормально, на определенном уровне. Я надеюсь, вы меня понимаете, что я имею в виду. Когда мы говорим обогатить, это нечто гораздо большее, чем просто дать кусок хлеба. обогатить. наверное, в наше время обогатить может только Бог. Мы никогда никого не обогатим. Согласитесь, что да. В нужде можем помочь. Кусок либо можем выделить, но чтобы обогатить, наверное, не найдется такого. Я тебе обогачу. Вот я тебе помогу, я тебе поддержу эту другую. А обогачу никогда не было. А Писание говорит о Боге. А Бог силен не только дать что-то, но что сделать? Обогатить. Поэтому когда сегодня, а впрочем, я эту тему не буду затрагивать, она затронет многих, ладно, пусть будет то, что я сказал. Просто мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали вот эти вещи. И чтобы хотя бы не говорили, что я обогатил. Потому что никто никого не обогатил. Обычно говорят, Америка обогатила всех. Никого она не обогатила. Она многим помогла не умереть, а обогатилась сама. И сегодня Бог забирает это богатство потихоньку за то, что отступили от Господа. Поэтому давайте мы в нашей жизни никогда не путать эти две вещи. Помог в нужде и обогатил. Для того, чтобы обогатить, наверное, и самому себя лично трудно обогатить сегодня. А уже кого-то обогатить? Ну, разве только можно помочь жить нормально? Вот и всего столько. Поэтому я на это обращаю внимание. Как написано 9 стих, как написано «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Конечно, вот это «расточил» это не означает в отрицательном смысле расточать. Мы понимаем, расточать это безрассудно раскидывать сюда-туда. То вот это здесь расточил, просто пораздавал по-нужным. Пораздавал по-нужным. Себе оставил только необходимое, а все остальное раздал. Это как раз именно и есть то, что мы называем правдой. Правда его пребывает вовек. Вы знаете, что правда это дела соделанные в Боге. Вы помните место Писания говорит истину и делает правду. Мы очень часто слово истина и правда у нас оно взаимозаменяемое. И даже в некоторых текстах Писания оно взаимозаменяемое. Но если рассуждать поглубже, то истину говорят, а правду делают. Так вот правда Божия в чем заключается? Божья правда не наша. Расточил и раздал ни с чем. То есть все то, что было лишнее, оно не сгнило, не пошло прахом. А взял сколько тебе надо, остальное нашел где приложить, чтобы помочь то ли делу Божию, то ли тому, кто нуждается в этом и так далее. Это и будет та правда Божия, которая никогда не потирается, которая совершается на земле, но очень большие плоды этой правды человек пожнет в вечности. Мы уже и здесь пожинаем то, что сеем. Почему? Потому что с одной стороны это необходимо все-таки для того, чтобы работать, чтобы трудиться, чтобы ну то надо и отдохнуть, надо и поесть, надо пить, все надо. Но просто мы сегодня себе не представляем до конца, что ожидает нас в вечности. За то, что мы сегодня сделали здесь на земле. Я повторял прошлый разбор и сегодня хорошо понимаю, что мы очень мало понимаем вот этих богатств вечности, какая там награда. Мы сегодня только о чем переживаем. Я повторяю мышление прошлого разбора, чтобы нам и спасение в эти уже награда. Мы по сути дела не можем ее оценить, потому что ни разу в руках не держали, да и не понимаем, что это будет значить в вечности. Но все-таки Библия говорит, что это будет. «Дающий же семья сеющему и хлеб пишу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Вот что говорит Писание 10 стихом. «Дающий же семья сеющему и хлеб пишу, подаст обилие посеянному вами». «Мы сеем, а обилие посеянного урожай дает Господь». И он говорит, а вы знаете, что когда Господь где-то умешивается, то плод бывает очень обильный, это его благословение. Поэтому, говорит, здесь мы посеяли, кажется, земное, на первый взгляд, мало и ничтожное, но вечности она будет очень обильным, потому что за всем этим ростом, за всем этим урожаем духовным смешностом стоит Господь, который совершает эту работу. Так что вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вот, в конце концов, чем кончается благотворительность. но это только тогда, когда она наделается во имя Господа. Когда она наделается во имя Господа. Если она наделается во имя свое, то она этому человеку не пронесет никакой пользы. И это мы должны хорошо понимать. Делаешь во имя свое, значит будешь иметь здесь на земле награду. Тебя будут уважать. Действительно кто-то будет как благодетеля рассматривать. И с некоторой точки зрения свой город будет почет. Но от Господа ничего. Но если то же самое делается во имя Господа, то это и для Господа слава, и для человека не только на земле, но и в вечности. Хотя человек, который делает добро во имя Господа, он совершенно не заботится о своей славе на земле. Но независимо от этого она его будет сопровождать. Поэтому очень важны мотивы, очень важно внутреннее содержание сердца нашего, когда мы что-то делаем, потому что оно все фиксируется Господом. и самое главное, которое через нас производит благодарение Богу. Вот почему некоторые люди очень часто делают что-то, и мы иногда в литературе читаем, где-то принесли, бросили в ящик, и сами даже не фигурируют. И тогда как человек, который получил благодарение Бога, он не знает от кого, он благодарит Бога. Но если вы своим таким делом, бескорыстным, вплоть до того, что сами неизвестны стали, произвели благодарение Богу, то Бог своей рукой воздаст. Это не так просто сегодня. Это через вас. Это через ваш труд. Это через ваше сердце было призвано благодарение Богу. Пусть Господь поможет нам понять вот эти вещи все. Я не говорю, что если человек, допустим, узнал, кто или видел, не будет славы Божьей. Будет. Но я просто говорю, как некоторые делают. Они вообще не хотят, чтобы кто-то знал. дорожат, наверное, награды Божьи. Ну, и перегибы бывают тоже. Я просто переду один пример. Но не буду говорить, где это было, это было правда. Когда один из братьев очень много работал на стройке молитвного дома, много труда положил. Ну, и братья, знаете, что вы сами знаете, как немного есть рук, когда вот эта стройка идет, загорелись, а потом одни и одни, по сути дела. Ну, и начать решили их отблагодарить. Ну, и купили ему подарок. Знаете, чисто по-человечески это нормально, ничего удивительного нет. Потому что мы вообще должны быть благодарны Богу, и людям. Это нельзя сбрасывать со счетом. Да когда они ему пришли, да принесли подарок, он их чуть с дома не выгнал. Вы говорите, что? Вы меня брат мой, да мы же совсем не думаем тебе награду отнять. Мы просто по-человечески понимаем, что ты много вложил. Они его еле уговорили, что это нормально. Вот иногда, когда мы не понимаем вещей, попробуем нам сделать доброе. То мы так отблагодарим, что не захочешь больше доброе делать. А потому что не совсем понимали, он не совсем понимал, что происходит, его понятие было, что а ведь по сути дела, если ты не искал благодарности, а во имя Господа сделал, то кто у тебя отнимет эту награду, то ты уже получаешь и на небе и здесь получаешь. Поэтому просто иногда очень интересные люди такие. Иногда даже не знаешь, как и поблагодарить, потому что можешь получить еще придачу. Но это потому, что мы действительно не внимательных слов Божьего не понимаем вещей, которая происходит. Ибо дело служения чего, именно вот эта благотворительность, не только восполнять скуды святых, вот две цели, которые преследуются благотворительностью, не только восполнять скуды святых, но производить во многих обильные благодарения Богу. Кажется, вот такая простая вещь, что-то дал, что-то помог, где-то что-то сделал, а человек, который опытный, который понимает вещи, он хорошо понимает, что это Бог расположил. И он благодарит человека, но и благодарит Бога. Я помню одно свидетельство, когда один из наших братьев где-то там проезжал и помощь собирал там где-то в такой далекой стране. И он рассказывал последствия. Говорит, там, где я молился и просил Господа, расположи, там, говорит, я получил что-то. Но там, где были мои друзья, которых я надеялся, ну, как это можно говорить, они копейки, поблагодарили и все. То есть, Бог показал, кто это делает. Что-то он делает. Это люди думают, что-то они делают. А в самом деле, просто послушные Богу люди. Сердце имеет чувствительное. Всего столько. Поэтому, я думаю, в этих вопросах должны благодарить Господа за то, что Он производит в нас действия и хотения по своему благоволению. Ибо дело служения не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт чего служения, они прославляют Бога за что? За покорность исповедуемого вами Евангелия Христа. Вот то, что я говорил. они понимают, что вот то, что они имеют, вот это благотворитель, это расположение, это просто покорность Евангелию, которая так говорит. И дают себе отчет, что если бы не Евангелие, если бы не учение Христово, если бы не Дух Святой, то никогда этого не было бы. И Павел тоже, наверное, в своей жизни не раз это испытал. Потому что написано, видя опыт всего служения, что такое опыт? Это анализ прошедшего пути. Раз, два, три, сту, шесть, четыре. Человек что-то помнит, как он подходил к вопросу, что он делал, и делает вывод, вот такое мое поведение, это мне ущерб, а вот полное доверие Богу и просьба, это для меня благо, это опыт. «Ибо видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с вами и со всеми. Моляю за вас по расположению к вам, за произбыточество, что в вас благодать Божию». И действительно, вот один из моментов, когда люди начинают молиться за кого-то. А слушайте, как здесь интересно написано. «Ибо видя опыт всего служения, а чье служение, а здесь Павел конкретно называет церковь, он не говорит об отвлеченных вещах, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искренное общение с вами и со всеми, молясь за вас». А что расположило молиться? Отношения. Отношения. Отношения к нуждам, отношения к проблемам, отношения друг к другу. Я часто посмотрю и очень часто наши отношения, или лучше сказать, отношения людей к нам, они зависят от нас самих и от нашего поведения. Вы согласны с этим? Мы тут очень часто не думаем о своем поведении, но хотим, чтобы к нам относились как наилучше, правда? Не взирая на то, как мы относимся. Но так же не бывает, так не получится. Так же не получится. Я помню, однажды едем мы с одним братом, идет брат один такой пожилой, и я ему говорю, слушай, давай его подвезем. А мне говорит, ни за что не буду. Ну, это интересно. Но то вообще он всегда подвезти, то его проблем нет. Говорит, знаешь, я его один раз посадил, так я высадил с машины. Мне говорит, надо идти, а он мне все говорит, ты говорит, брат, ну вылазь, мне надо ехать, но я еще немножко. Говорит, стань на перекрестке, ну брат, выходи, мне дальше ехать надо, но я еще тебе скажу. Говорит, вышел, я не трогаться, а он говорит, за дверку, не я еще тебе скажу, больше не возьму, пусть ходит, если не умеет. Вот вам пожалуйста, раз, два, три, и все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обращали внимание на это. Говорит, молясь за вас, по расположению к вам, а если я, допустим, кому-то, ну лишь бы как отношусь, то какое будет расположение. С точки зрения Божьей ко мне будет сожаление, но расположение какого-то общения не будет никогда. Поэтому я читаю еще это очень важное для нас, потому что мы живем на земле, и нам не безразличны отношения наши, которые существуют между нами, и видя опыт всего служения, они представляют Бога за покорность исповедуем вами Евангелию Христову, и за искренное общение с вами и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. А как они увидели благодать? Благодать это же не просто одежда какая-то. Они благодать увидели в отношениях, в расположении. Вот где они увидели благодать. Иначе где как еще можно увидеть? Поведение в действиях, в духе спятом и так далее. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Какой дар неизреченный? Это дар благодати Божией во Христе Иисусе. Что значит неизреченный? Что о благодати можно говорить очень много. И вообще не перескажешь настолько обильно и сильно действие благодати Божией. Это действительно неизреченный дар. И если бы сегодня особенно пожилые наши братья и сестры которые записочка просто пришла но я думаю что когда нибудь мы сделаем разбор на вопросы и ответы может быть их действительно много накопилось а сегодня просто оно не связано вот именно с этими текстами а другие тексты потому я ее возьму эту записочку но я оставлю на будущее благодаря я перерываю эту мысль читаю десятую главу а я же Павел который лично между вами скромен а заочно против вас отважен убеждая вас кротостью и с нисхождением Христов это Павел передает то что о нем говорили и думали я же Павел который лишь между вами скромен а заочно против вас отважен и мы просто донесли что о нем говорили ну Павел говорит Павел как напишет послание там ой-ой-ой-ой а как в нашем присутствии Павел и все и ничего нету больше в этом Павле поэтому он говорит именно вот эти слова я же Павел который лишь между вами скромен а заочно против вас отважен убеждая вас кротостью и с нисхождением Христовым вот именно потому он мог так относиться к ним у него было с нисхождением Христовым ну как апостол Павел имеющий власть могут принимать какие-то меры сказал я бы мог принять меры но я имею снисхождение снисхожу как наверное не один раз говорил как и Господь ко мне снисходит но тем не менее он решил показать коронфиадам что он знает что они о нем говорят и говорит я же Павел который лично между вами скромен а за что напротив вас отважен убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым прошу чтобы мне по предшествии моем не прибегать к той твердой смелости которую думаю потребить против некоторых помышляющих о нас что мы поступаем по плоти он он чего просит он имеет власть но я не хочу применять и день готов когда я приду увидеть ваши изменения чтобы без всяких так сказать мир каких-то крутых как мы сегодня говорим чтобы вы могли стать на должный уровень не прибегать к той твердой смелости которую думаю потребить против некоторых я понимаю почему Павел так написал в некоторой мере естественно не все вот знаете покуда не видишь человека действительно часто докладывают о его поступках о его делах и действительно ну надо принимать какие-то меры но когда лично начинаешь говорить то видишь что с одной стороны это правда а с другой стороны это не до конца испорченный человек он и сам уже понимает что не то делал что надо потому что обычно когда нам какую-то информацию дают то это информация о том что произошло что было но обычно не им информации как отреагировал и что теперь с этим человеком есть потом павел говорит хочу чтобы поменялось потому что если будет так как мне писали и я приеду и это будет так то у меня хватит смелости поставить все на место хотя и вы говорите что я только за глаза умею говорить да за глаза послание да но когда я встречаюсь конкретно с человеком то я вижу что это не до конца испорченный человек хотя и проступок вы помните что этот брат во Христе уже отступник надел в Каринской церкви даже язычник и так не делает но когда ему сказали я что думаю делать продать его сатане во измождение плоти чтобы дух был спасен это уже крайняя мера но когда ему написали что он плачет просится говорит братик простите думал так и сделал бы так если и меня и с Александром не покаяли в заблуждении они проповедовали воскресение мертвых уже было больше никого воскресения не будет то что Павел продался то не во измождение плоти продал и сделал это чтобы они научились не богохульствовать а когда ему донесли что вот проблема такая но человек кается и плачет да вы братья все думал так крайнюю меру думал применить но теперь вообще не применяйте наказали плачет примите чтобы сатана ущерба не сделал я говорю думаю что если вы простите то я прошу он там с собой связывал а если я вот прощаю то я от лица Христова прощаю потому что я же не умирал за него я не могу лишь на себя что-то прощать а во имя Господа от лица Христова и я прощаю примите его поэтому апостол Павел не таким был каким его рисовали одни рисовали заблудой каким-то проповедуя распутство помните Петр об этом говорил другие говорили в личном присутствии слабенькие а в посланиях строгие и сильные ну как люди как люди у каждого своя мерка каждый по-своему смотрел но Павел говорил я говорю знаю что вы так говорите но я просто вам ну советую не говорить так потому что если я приду и увижу что у вас не то что надо мне смелости хватит если сумел там где-то отстоять что-то в Ефесе где-то когда-то хватит смелости мне с вами поговорить на коротких волнах поставить все на место но я не хочу и вот что он говорит против некоторых помышляешь о нас что мы поступаем по плоти значит очень тяжелый вопрос вот различить где по плоти и духовное не так то просто и дальше Павел говорит я наверное в следующий раз немножко этот вопрос затрону почему он сложный ибо мы ходя во плоти или во плоти правильно не по плоти воинствуем оружие воинствования нашего не плотские но сильные богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и так далее люди всегда понимали хорошо что по плоти богу не угодишь надо жить по духу и они эти мерки понимали в общем-то и для того чтобы унизить Павла они говорили что он по плоти поступает и они не только говорят они и думали наверное так они смотрели плотскими глазами до Павла говорит это не по плоти мы поступаем хотя вам кажется что это так наверное у них были свои соображения в отношении что такое по духу поступать и что такое по плоти поступать и когда они вот этому блуду дали место в церкви то наверное думали что они по духу поступают боялись чтобы брат не отпал а Павел говорит если написано в священном писании что с блудником даже не есть вместе то почему это будет плотское почему это будет поступок по плоти это будет по писанию а если по писанию то уже не по плоти потом он даже здесь объясняет поэтому я сегодня уже кончаю уже где-то без 14 минут пусть Господь благословит наше сердце пусть Господь поможет нам взять эти все стандарты поведения Божьей которые записаны в свое сердце и чтобы наш путь христианский в будущее время был благословен Господом и чтобы мы не только сеяли но сеяли щедро что в последствии во всех отношениях и с духовной и с телесной стороны пожали обильно да благословит нас всех Господь Аминь